всем привет рада вас видеть на нашем youtube канале маскарад грим это цикл видео для начинающих аквагримеров предыдущее видео было посвящено мифом радостным горестям этой профессии и я просила вас оставить под видео свои комментарии на эту тему и там осталось очень много классных комментах мне было очень интересно почитать вам безумно благодарна и рекомендую каждому тоже зайти и посмотреть а кто кстати видео не смотрел перед тем как посмотреть это видео посмотрите предыдущие может быть вам и не захочется заниматься аквагримом а может быть и захочется так что сложно предсказать вот кстати в конце этого видео вас ждет небольшой сюрприз поэтому обязательно смотрите до конца в этом видео мы рассмотрим набор для начинающего аквагримера вы должны понимать что это не то же самое что набор для дома не то же самое что набор для аниматора это конкретно для тех кто хочет начать работу и по поводу красок все краски разных брендов конечно немножко разные но в этом видео мы не будем рассматривать разные бренды потому что эта тема отдельного видео я в будущем постараюсь снять именно отдельные видео сейчас мы возьмем для примера краски так это марка которую мы возим уже шесть лет это марка которая одна из первых появилась на рынке именно в профессиональной сфере они сертифицированы именно как детская косметика проверены годами и стали одним из популярных в россии поэтому собственно чтобы не загружать видео сейчас я покажу на примере тазовских красок это краски на восковой основе бывают на глицериновой основе них тоже немножко разная консистенция и так далее вот но об этом в другом видео что еще хочется сказать перед началом что для каждого набор идеальный он свой поэтому я сейчас расскажу устретненный набор то что я в принципе рекомендую обычно начинающим и начнем мы конечно самого главного цвета это белый цвет тут я кстати все-таки немножко расскажу про марки белый цвет я все-таки наверное рекомендую вот брать на спать и explosion почему потому что он более плотный именно для линий хотя для фона вот отлично для меня лично работает тазовские краски но и еще наверное лучше глицериновые типа микрон или superstar но в целом тут опять же каждому свое вот основная в общем то основной вопрос чем какой брать объем белая краска естественно уходит очень быстро быстрее чем любые другие цвета и безусловно я рекомендую брать максимально большой объем насколько вы можете себе это позволить и тут экономить наверно не стоит краски бывают совсем маленьких объемов 10 граммовых у нас сейчас их нету в наличии вот я вам покажу 32 граммовая краска это вот эта 50 граммовая 90 грамм она соответственно пошире если в вашем городе сложно достать белый аквагрим вообще в принципе сложно стать аквагрим особенно белый так это вообще он заканчивается не в нужный момент лучше конечно берите побольше хотя бы белый потому что вот на нем экономить не стоит черный но тоже честно говоря достаточно быстро кончается но они чуть медленнее поэтому в принципе хотя бы 32 граммовой краски вам и думаю хватит достаточно надолго дальше мы пройдемся по основным цветам и так цвета бывают стандартные бывают неоновые и бывают перламутровые давайте начнем стандартных цветов какие есть варианты вы можете взять палетки который выглядит вот так в них по 10 грамм в каждой краске в принципе это сэкономит вам деньги но тут есть нюанс из них не очень удобно наносить фон спонжиком но принципе если есть необходимость сэкономить я думаю что это неплохой вариант единственное что я не рекомендую брать уж совсем маленькие например вот такие палетки это реально хорошо для дома для аниматоров максимум это даже аниматором не стоит для дома наверно только вот такая вот есть палетка супер старовская она тоже достаточно маленькая тут наверно по 5 по 7 грамм он очень быстро у вас уйдет эти цвета классные мне нравится конечно если есть возможность море я рекомендую брать стандартные цвета 32 граммовые соответственно основные это красный для суперменов человеков пауков точнее фиолетовый желтый оранжевый для тигров без тигров тоже никуда и и дальше стандартный зеленый синий голубой основная линейка цветов да не стоит брать там кучу бежевых коричневых этого на первом этапе вряд ли понадобится далее у нас идут неоновые цвета я неоновые цвета очень люблю это наверное вообще основные цвета которые вторыми после белого заканчиваются быстрее чем черные особенно вот такой вот magenta есть вообще два неоновых цвета розовых это вот раненого розовый неоновый magenta 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 немножко по ярче также есть неоновые желтые и неоново-оранжевый таковский у нас закончился поэтому глобаловский вам покажу тут какой момент я не рекомендую брать неоны синий зеленый и фиолетовый для работы в дневное время эти цвета классно выглядят в ночном освещении при ультрафиолете точнее в клубах это супер но не при дневном при этом желтый розовый и оранжевый нереально круто смотрится и днем но надо понимать что с ними работать немножко тяжелее там нужно побольше их разводить посильнее смачивать но ни один стандартный цвет обычный не даст такого такой яркости как неон поэтому ну не знаю тут у каждого свой конечно стиль работы но дети очень любят ярко и поэтому я лично без дневных вообще никуда из перламутра пера на перламутрах можно первое время сэкономить и не брать в принципе но тут я вам просто сразу расскажу о своих любимчиках потому что кто захочет все таки может быть их возьмет это бирюзовый он прям вообще очень красиво особенно на зимних масках лиловый тоже белый чем опять же хороши не он вот перламутра тем что они очень нежно смотрятся они переливаются и они классно смотрятся на глазах то есть они не скатываются чуть поблескивают как тени вот поэтому иногда хочется знаете на детках блондиночках светленьких использовать более нежные цвета они как-то не знают какой-то воздушных как встает еще из моих любимчиков это желтый и розовый перламутры дальше прошу быть внимательными тех кто смотрит видео в надежде сэкономить раздел будет посвящен кистям вот хочу сказать на кистях экономить не надо в этом просто гарантированно будут выкинутые деньги почему кисти в самом как вообще начинается все приходят покупают кучу красок и думают и говорят кисти у меня есть дома я там ребенок мой рисует в садике еще там где-то кисточка осталось который 20 лет дома жить или думаю что я сейчас пойду схожу в художественный магазин и куплю себе там классных детей там два раза дешевле по факту получается так что люди мучаются год приходят говорят что у них не получается рисовать аквагрима оказывается вся проблема была в том что у них просто нет нормальных кистей в чем смысл кисти все очень разные да синтетика и там и там дает деревянная ручка но они по-разному подприжены по разным разные разные качества самой синтетики и линии будут получаться у вас ну просто абсолютно разные при этом кисточки профессиональные гримерские которые мы продаем стоят от 200 до 300 рублей это не тысячи рублей как косметических там визажных частях но это реально можно себе позволить лучше купите себе две таких кисти чем 5 в художественном магазине и я не говорю что вы не можете найти хороших кистей можете но скорее всего вы купите там 5 плохих и одну хорошую просто потому что очень сложно найти там именно кисти которые будут хорошо работать именно с этими красками кисточка должна хорошо набирать краску именно эту краску хорошо отдавать хорошо проводиться там то есть так чтобы линия была тонкая изящная и так далее поэтому из моих рекомендации это вот две фирмы кистей это лоу корнелл и алия мы эти кисточки корнелл вообще очень уже давняя марка в принципе практически в любом видео где рисуют профессиональные примеры можете встретить встретить эти кисточки эти поновее но по сути они пришли на смену корнеллским они немножко дешевле но в качестве абсолютно не не уступают что лучше сказать сложно каждому свое это опять же как с красками нужно пробовать выбирать опять же кто-то к чему привык вот но у них есть у али есть классные лайнеры то есть это более длинные кисточки ими очень классно такие такие ажурные темы делать вот но попробуйте сами поймете но главное пожалуйста вот на кистях особенно круглых не экономьте я просто тоже этим шла этим путем и я кучу кистей когда-то выкинула вот значит по номерам из круглых обязательно возьмите для начала хотя бы одну двоечку или троечку и одну кисточку по толще это где-то шестерочка шестерочка классно делать цветочки такие кругленькие двоечка и классно выводить линии потом вам безусловно нужно будет больше кистей почему потому что белая черная краска набирается отдельными кистями потому что мы представьте вам нужно смыть черную набрать белую смыть белую набрать черную либо у вас куча времени уходит и грязные краски и грязная белая грязная черная а вы знаете что если в белую краску попадает любой другой цвет ну как бы это пиши пропало нужно идти и мыть эту краску вот соответственно если вы дома просто экспериментируете вам хватит и одной кисточки если вы пошли на заказ то конечно лучше брать побольше это касаемо круглых дальше поговорим про остальные кисти есть еще плоские и угловые их я рекомендую взять точнее их нужно обязательно взять если вы будете покупать сплиткейки о которых мы поговорим немножко попозже соответственно обязательно вот такой самый большой это 12 номер таговская кисточка и угловые шестерочка четверочка двоечка в принципе ну в первую очередь шестерку взять но в целом они всех хорошие рабочие разная ширина под разные задачи классно идет вот из тоже любимчиков у многих вот механовская тоже плотка кисточка напомню немножечко пошире таговской соответственно больше набирает краски это единичка называется вот и есть и есть еще скругленные кисточки ими хорошо делать фон кстати фон еще классно делать кисточкой просто белочкой только боже упаси вас белочкой рисовать какие-то линии четкие это невозможно но именно какой-то фон закрасить будет работать неплохо скругленные тут у меня восьмерка и четверка ну я просто хотя бы одну возьмите какую четверку шестерку я рекомендую они такого оптимального размера я бы сказала дальше расскажу вам про аксессуары и один из важнейших аксессуаров без которых я периодически без которого и трагическим приезжала на заказ и просто бежала сломя голову какой-нибудь косметический магазин это пульверизатор потом когда будете смотреть наше видео именно про отдельные маски вы поймете в чем смысл вот но в целом пульверизатором прыскают на краску чтобы не брать грязную воду из банки и все это не выглядело неэстетично да и это гораздо быстрее чем кисточкой наливать накраску и размешивать ее до это гораздо удобнее в принципе можно сэкономить опять же из у вас есть дома пульверизатор дома можно поработать любым пульверизатором далее спонжики спонжики тоже бывают разные вот у нас представлен он таковский его такой желтый мелкопористый спонж разница в том что здесь вот такие вот четкие края здесь округленные этот более плотный этот помягче вот в целом тоже каждый спонжик на любителя этот разрезается пополам получается 2 Ну и в принципе много разных спонжей бывают Я рекомендую брать более мелкопористые спонжики Получается более ровный фон По поводу того, сколько их нужно Для дома, опять же, можно и один взять И можно даже дома, в принципе, нарезать Из какой-нибудь вашей чистой новой мочалочки Но для заказов, конечно, не стоит брать мочалку домашнюю И в принципе нужно не один, а нужно штук 10, наверное Потому что для каждого ребенка мы используем новый спонж Потому что иначе это просто не единичное И родители вас, наверное, не поймут Ну, по крайней мере, я лично всегда использую для каждого ребенка отдельный спонжик И еще есть спонжик вот такой на пальчик Он для трафаретов О трафаретах мы вот давайте дальше и поговорим Трафареты Вот когда приходят девочки новенькие в аквагрим Они думают, сейчас я возьму трафареты И получится супер рисунок И можно даже ничего руками не рисовать Но по факту это не так Во-первых, трафареты не так просто используются Нужно тоже знать приемчики техники И вот как раз такой спонжик вам очень облегчит жизнь Поэтому для начала на трафаретах стоит, наоборот, сэкономить Многие вот в первую очередь набирают трафареты Но это, конечно, неправильно Однако, хотя бы одну штучку я вам рекомендую взять Почему? Для того, чтобы потренироваться, попробовать Понять, ваше это или не ваше Ну, как бы, стоит или не стоит В чем разница в трафаретах? Бывают трафареты с таким вот узором Он просто дополняет основной рисунок И делает его более сложным и интересным А бывают трафареты вот с такими вот конечными рисунками То есть вы можете просто сделать снежинку И он уже будет смотреться как какой-то дизайн отдельный Их море всяких разных С цветочками С новогодних всяких разных Ну, в общем, там полно И для мальчиков, и для принцессы, и пираты и так далее Ну, не увлекайтесь, реально возьмите Как минимум, сначала один для тренировок А потом уже посмотрите Теперь давайте поговорим о блестках Блесток тоже есть великое множество Значит, есть такие вот сухие И с них, собственно, я рекомендую начать Для тех, кто хочет сэкономить Я рекомендую взять белые блестки Белые это просто маскет На любую маску наносится И просто прям гениально, красиво смотрится Есть такой наборчик Я рекомендую брать лучше неоновый Есть такой с обычными цветами Неоны очень классно смотрятся на рисунке Они не перекрывают его, а просто дополняют Потому что когда такие вот темные наносишь Он как бы может перекрыть рисунок Те, кто начинает, они любят этот эффект Потому что они что-нибудь где-нибудь накосячат И потом блестками это замажут Но смотрится все равно неопрятно И все-таки я рекомендую использовать более светлые тона Что еще есть? Очень классная штука Это вот такая вот Такая вот Не знаю Прыскалка или что для блесток Он выдувает блестки Вы там насыпаете Здесь есть маленькое отверстие И так вот нажали пару раз И получается, что он очень равномерно распределяет блестки по всему лицу То есть блестит весь рисунок Единственное, что наносить нужно блестки на Чуть влажный фон, во-первых То есть сразу, как только вы сделали фон А во-вторых, использовать желательно белые блестки Потому что, опять же, белые на любой фон На весь рисунок можно нанести И он не испортит этот рисунок Что еще есть? Есть вот такие пиксики Это гель-блестки На них можно первое время сэкономить Но очень многие любят покупать их сразу Потому что они очень эффектные Тут блестки разной фракции Они в геле То есть их можно наносить Классная штука Но можете сэкономить И в первое время их не брать И есть еще такие линеры То есть их можно наносить прям по линии Получается как будто бы объемный узор Такой из блесток Тоже смотрится очень классно Но тоже не вещь первой необходимости Теперь поговорим о стразах Это, конечно, любимая часть всех девочек И даже, я бы сказала, девушек и женщин Кого бы вы не рисовали Все эти стразики Поэтому для начала я вам рекомендую взять Хотя бы просто вот такие вот наборы С разноцветными стразиками Хватит их даже одного На будущее можно взять цветочки, сердечки Все хорошо идут Серебряный тоже очень универсальный цвет И у нас есть такие вообще классные Маленькие беленькие стразики Они переливаются всеми цветами И маленькие стразики круто смотрятся на взрослых Потому что, ну, такие здоровые стразины в цветочек Они, конечно, на взрослых Ну, так Ну, опять же, для начинающих Это, конечно, бессмысленная информация Вам сначала нужно начать на детях рисовать красиво Вот, поэтому берите вот эти разноцветные И вот горя не знаете А дальше уже дополните Чуть не забыла вам рассказать Об одном из тоже очень важных для меня лично аксессуаров На котором, опять же, можно сэкономить Особенно, если вы рисуете дома Но для тех, у кого есть возможность взять Я очень рекомендую Это вот такая баночка под воду В принципе, вот эта штука не особо принципиально важная А тут есть классные отверстия Но, опять же, не в этом даже самый главный плюс Для меня самый главный плюс В отдельных емкостях, я бы сказала Или как отделениях Здесь классная трещотка такая Об нее очень круто вымываются кисточки Потому что вымыть краску из кисти достаточно сложно Когда дно плоское А когда такая трещоточка, она просто моментально смывает А тут вы просто споласкиваете И получается, что ваша вода гораздо дольше Остается адекватного цвета То есть не превращается совсем в грязь И это, ну, очень-очень удобно Когда я, ну, уже остаюсь без этого ведра Случайно, допустим, забываю его где-то Я прям как тоже как без рук Вот, но, опять же, сэкономить можно Теперь не о самом важном Далеко не о самом важном Но о моем самом любимом Это о спидкейгах Они, конечно, делают работу прям в разы веселее Интереснее, зрелищнее, я бы даже сказала И, безусловно, можно начать без них Но я очень рекомендую взять хотя бы по одной штуке Чтобы дома тренироваться Потому что это тоже отдельный навык Ими рисовать Это вот называется техника one stroke И, ну, короче говоря Хотя бы по одной берите точно Этими рисуют кистями Тут я рекомендую взять, например, вот такой спидкейк единорог Почему? Потому что он такой универсальный Можно много что нарисовать, дополнить где-то Можно рисовать там широкой кисточкой, поуже Единственное, что многие берут такие спидкейки, чтобы каждый цвет набирать отдельно тонкой кистью Вот это вот не надо делать Во-первых, вы спидкейк испортите Во-вторых, как бы, ну, не будете использовать его по назначению Конечно, иногда можно взять немножко там какого-то цвета Если вы забыли там его Или вам просто такого цвета больше нигде нету чуть-чуть Но из разряда типа я возьму и буду вот каждым цветом по отдельности рисовать Не надо Это просто будет каша Вот Из 50-граммовых цветов я рекомендую, например, вот такой спидкейк восторг Ну, в чем прикол тоже, что его можно отдельно брать с двух сторон, потому что очень много линий Либо полностью на спонжик набирается То есть вот таким вот образом набирается и получается такая радуга Вот Но, опять же, для начинающих, может быть, есть смысл взять спидкейк с меньшим количеством полосочек Почему? Потому что, ну, они смешиваются, да И когда человек неопытный, он может немножко их так, как сказать, они могут перемешаться все и будет не так красиво Ну, в общем, тренироваться можно на более простых вариантах Ну, это просто один из самых у нас популярных, это прям топ, скажем, хит-продаж Вот И то же самое, кстати, касается подкить, даже еще больше это касается Потому что многие любят брать для начала там неоновую радугу, где чуть ли не 6 или 7 цветов в такой маленьком спидкейке Вот это вот тоже может надолго у вас отводить желание вообще спидкейками рисовать Потому что все цвета перемешаются, получится каша Лучше вот, когда у вас будет более профессионально набита рука, возьмете более сложные спидкейки Сейчас берите там, 4 цвета оптимально И не неоновые, а обычные желательно цвета Неоновые тяжело вам будет набирать первое время на кисть Вот, еще как вариант, сэкономить не сэкономить сложно сказать, но, скажем, получить за ту же сумму большее количество спидкейков Тут вот есть такие вот глобал-палеточки Это у нас тоже тип продаж, это Tropical Они очень яркие, неоновые цвета, это прям, ну, не знаю, я тоже очень их люблю Вот, это стоит полторы тысячи, то есть получается подешевле, чем брать по отдельности каждый спидкейк Либо, кстати, вот еще как вариант, тоже интересно, почему? Потому что здесь есть отдельные цвета, белый-черный отдельно и отдельные цвета по две штучки и набор спидкейков И, в принципе, таким наборчиком вы закрываете достаточно большое количество красок И для начала классно можете попробовать И что еще про него хочется сказать? Спидкейки тут тоже очень классно подобраны То есть это основные, которые мы обычно советуем, например, в статовской линейке Это один там подогонь, то есть для мальчиков, один для цветочков, еще для цветочков Это для зефинчиков, зеленый для лепестков и вот разноцветная радуга То есть, по сути, вот все основные спидкейки, которые вам поначалу, в общем-то, и нужны будут Поэтому, ну, прям рекомендую В общем, обещала вам рассказывать про наборы для начинающих Но не могу не рассказать про кейс Очень крутая штука Она, конечно, не нужна, чтобы работать дома Но как только вы собираетесь на заказы, она прям вам очень пригодится Почему? Потому что в ней важно переносить разные красочки Вы, соответственно, можете не закрывать краски каждый раз крышкой Вы просто снимаете крышки, пришли, открыли, ушли, закрыли, все, и пошли Это реально очень время экономит Плюс выглядит профессионально Сюда можно поставить спидкейки И единственный момент, нельзя брать вкладыш Кстати, вкладыши отдельно продаются Нельзя брать два квадратных вкладыша, да? Потому что они помещаются в квадратной краске чуть-чуть повыше, чем 32-граммовый Вот, поэтому вы берете либо две подкруглые, либо одну подкруглую, одну подквадратную И не одевайте крышки, иначе кейс не закроется Вот, соответственно, ну, очень спасает, когда маленький стол То есть можно поставить на краешек, и, ну, больше места на столе образуется Вот, ну, в общем, короче, не знаю Для меня лично мастхед, он достаточно легкий, ну, и компактный То есть, не знаю, пока ничего лучше для переноски Кроме как большой чемодан для всех материалов Это, конечно, уже отдельная история Но вот пока ничего лучше, мне кажется, не придумано Итак, резюмирую наше видео Давайте коротенько, коротенько Белый и черный мы берем обязательно в больших объемах Основные цвета, по желанию, как вам, либо наборчик, либо отдельные цвета Основные неончики, хотя бы пару штук Кисточки обязательно хорошие, я вас умоляю И рекомендую, но указываю свой путь Вот, спонжики можно дома, да? Так, и парочку сплиткейков тоже обязательно На чем сэкономить мы можем Это на перламутрах первое время не обязательно Трафаретов много, не надо Аксессуары, в принципе, тоже дома можете подручные вещи всякие использовать Бресточки можно, белые одни, вот реально вам достаточно будет Я даже вот потом, когда у меня сейчас их много Рисую в основном все равно только белыми Планизатор, кейс тоже не обязательно Что у нас тут еще осталось? Что еще осталось? Баночка для воды тоже, в принципе, не первая необходима Самое интересное, что у нас осталось Подарочек Это у нас новый сплиткейк, называется чудо Лимитированная коллекция На самом деле просто новая коллекция Еще даже на сайте пока не выложено Может быть, к выходу видео, конечно же, выложим Но по факту ни у кого из вас этого сплиткейка нету Поэтому я прошу вас написать в комментариях С чем вы согласны, с чем не согласны Я уверена, что у вас будут какие-то свои взгляды Потому что, опять же, у каждого свой набор для начинающего Свои мастхевы Вот, и, соответственно, из этих комментариев мы выберем победителя Посмотрим либо случайным образом, если будет слишком много хороших комментариев Либо я выберу самый интересный, самый подробный и актуальный, на мой взгляд, комментарий Только учтите, что это очень сложно выбирать Вы реально классно пишете Поэтому не обязательно, кто не выиграет Но мы из следующих видео тоже обязательно будем вас радовать Вот, спасибо большое за просмотр Очень рада, что вы с нами Обязательно подписывайтесь, по-моему, там Я в этот раз запомнила Вот И увидимся в следующем видео Которое будет посвящено тому, с чего начать обучение Где учиться, у кого учиться, как учиться Вот Целую, обнимаю Увидимся снова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому